Первым производителем 3D-продукции в нашем регионе стала инновационная компания НИТ. Чуть более двух лет потребовалось молодому предпринимателю, чтобы наладить производство. При поддержке регионального бизнес-инкубатора предприятие стало успешно реализовывать импортозамещающую продукцию, участвовать в выставках. Небольшой цех сотрудничает с другими регионами, расширяя рынки сбыта, и этот положительный пример не единственный. Успешных проектов, реализованных с помощью Центра поддержки предпринимательства во всех отраслях промышленности, становится все больше. Основатель инновационной компании НИТ открыл некоторые секреты успеха. Каждый, кто знает, как и с помощью чего работает обычный принтер, легко представит и технологию этого небольшого производства 3D-продукции. Если офисный аппарат печатает на бумаге, то эта линия производит материалы для изготовления объемных предметов. У нас в Волгограде проходит ежегодная премия, называется она «Бизнес-лидер». В этом году, то есть по итогам 2017 года, были номинированы бизнес-лидеры города Волгограда. Для них были напечатаны статуэтки для вручения. Напечатаны они были из нашего материала и на наших 3D-принтерах. Это первое в Волгоградской области инновационное производство подобного направления, продукция которого востребована во многих регионах России. Идея зародилась в 2014 году. На первоначальном этапе в предприятие было вложено около 10 миллионов рублей. Закупив технологическое оборудование, сырье, обучив персонал, молодой предприниматель Виталий Сергеев выпустил первую продукцию. Цветные сверхпрочные нити в катушках, материал для печати 3D-предметов. Ручки для детского творчества являются яркой иллюстрацией инноваций компании. Это 3D-ручка для рисования 3D-моделей. В основном ей рисуют дети. Нажимаем на кнопочку, выходит нить, нить застывает на воздухе, получается какой-то узор. И мы этот узор берем, поднимаем, приклеиваем к нему другой узор и таким образом создаем любую трехмерную модель пространстве. Можно поднимать в высоту, то есть получаются стойки. Так формируется пространственное мышление у ребенка. Да, да, так он мыслит не только на бумаге, но еще как бы в разные стороны. Надо отметить, что сырье, из которого изготавливаются нити природного происхождения – кукуруза и сахарная свекла. Они полностью разлагаются без вреда для окружающей среды. Сырье поступает в экструдер, где задаются все параметры, температура, форма и все остальное. Далее в ванны для охлаждения. И потом уже процесс продолжается вот в этих кабинах, а потом печатается на 3D-принтере, где мы уже получаем готовые модели. Вот одна из них. Все легко и просто. 30 минут, катушка готова. В прошлом году компания НИТ разработала и начала внедрять пилотный проект обучения 3D-моделированию в школах с поставкой 3D-принтеров и 3D-ручек. За неполных 4 года работы компания не только наладила производство материалов для 3D-продукции, но и нашла партнеров, выстроила стратегию, увеличила объем выпускаемой продукции. Помощь регионального центра поддержки предпринимательства открыла новые перспективы. Компания НИТ на производственной площадке, в которой мы сегодня находимся, неоднократно получала поддержку в нашем стенах в 2017 году. Ее представитель участвовал в составе бизнес-миссии в Нижний Новгород. Мы оказывали услуги по сертификации продукции для компании. Понимаете, все это очень сильно влияет на продвижение продукции, на ее сбыт и, соответственно, на улучшение экономических показателей компании. Мы сертифицировали нашу продукцию, проводили предпатентные исследования. Центр инжиниринга также оказывал нам помощь. В общем, люди, скажем так, очень отзывчивые, понимают, что нам нелегко выводить такой инновационный продукт. Подсказывают, просто даже элементарно требовалось нам произвести анализ материала. Где его произвести, мы просто не знали. Обратились в Центр инжиниринга. Очень глобальные цели – это вывести на рынок именно промышленные виды пластика. На них спрос есть, есть заказчики. Технологи сейчас работают. Производственные мощности позволяют изготавливать 2 миллиона метров нитей. Каждый месяц продукция будет обновляться, а ее себестоимость снижаться. Вот так гибкая модель малого предприятия стала примером успешного внедрения инновационных импортозамещающих технологий, востребованных на рынке, а поддержка властных структур – формулой сотрудничества в реальном секторе экономики. Татьяна Крючкова, Анатолий Чернышев, Вести 34.